Новый бег. Если мы пойдем дальше по хронологии, с ночи путча 22 февраля, то мы увидим переход Крыма к России в середине марта. И с середины апреля начинается война в Восточной Украине. И в этой ситуации опять приходим к случаю инсценированного терроризма под чужим флагом, играющего определенную роль, а именно 2 мая в Одессе. 2 мая в Одессе — жесточайшая резня славянского народа со времен убийств со стороны нацистов во время Второй мировой войны. По официальным данным, в здании профсоюзов Одессы погибает 46 человек, по неофициальным — более 100. Среди жертв исключительно прорусские активисты, которые желали больше автономии, а может быть даже и откол Восточной Украины. Но это одна из самых мрачных страниц в истории. В истории и в немецких СМИ, как это побоище было практически умолчено, и тем погибшие были дважды поруганы. Только на секунду представьте себе, что написали бы газеты, если бы эти 46 или 146 мертвых? Если бы это были израильтяне, евреи, американцы, что было бы тогда? Какие были бы санкции? Военные угрозы, может быть, даже? Самолеты НАТО поднялись бы в небо против зачинщиков в Киеве. Но в этом случае это были всего лишь русские нелюди. Это идеология нацистов, которая репродуцируется на уровне НАТО, и это скандал. Вы должны себе представить, Штайнмайер, он тоже не протестовал. Десять дней позже он едет в Одессу, хочет там, по крайней мере, положить венок в память погибшим. И гувернер Одессы, тоже один из этого логова путчистов, он запретил Штайнмайеру низложение венка в Одессе. И немецкий министр, который все это поддерживал нашими налоговыми деньгами, он дает обращаться с собой, как со школьником, и позволяет запретить этому путчисту положить со своей стороны венек. Представьте себе. И об этом он не говорит ничего. Поэтому считают, что Штайнмайер только возбаламучивает воздух, говорит о мире и подписывает какие-то договора о мире. Но они не стоят и бумаги, на которых они написаны. Штайнмайер, по сути дела, дудка мира Обамы, и под его музыку гонка войны американцев продолжает двигаться дальше. И теперь, что происходит после 2 мая? Каждый думал. Да, я еще хотел объяснить, почему это была операция под чужим флагом. Террор в Доме профсоюзов со многими погибшими и сгоревшими, где также имели место изнасилования и другие пытки, однозначно идет насчет украинских правых радикалов. Но это насилие 2 мая начиналось по-другому. А именно, было две демонстрации. Одна украинских националистов с хулиганами, а другая была с сепаратистами, пророссийская. И когда эти две демонстрации столкнулись, раздались первые выстрелы со стороны сепаратистов, что всегда берется как оправдание, что их спровоцировали, и так камень начал катиться. Но если посмотреть точнее, тогда видно, что из рядов демонстрации сепаратистов или автономистов стреляли люди, у которых были красные повязки на рукаве. И как только от их выстрелов погибло 2-3 человека, они тут же были прикрыты полицейскими, которые помогали им уйти, также имевших эти красные повязки. По моему мнению, здесь есть ясные указания на то, что в этой неврологической точке что-то спровоцировалось, чтобы этим потом обвинить противоположную сторону. Как-никак затем два раза меняли руководство полиции Одессы. Сначала сняли ответственных за 2 мая, а потом еще раз сместили со стороны Киева. Наверное, чтобы замести следы этой инсценировки. Но зачем эта инсценировка 2 мая? Инсценировка 20 ноября снайперы на Майдане. Это понятно. Они были для того, чтобы разжечь страсти и тем свершить путь. Но зачем инсценировка 2 мая? Мое мнение, что хотели и хотят со стороны США такими провокациями втянуть Россию в войну. Это небольшая разница к политике Германии, Франции, Италии. Они хотят охотно иметь Украину как копилку, сырьевой склад для Евросоюза с газом и так далее. А у американцев более далеко идущие агрессивные планы. Они хотят Украину втянуть, но во что? У Америки нет экономики, нет промышленности, но им нужна Украина как плацдарм для наступления на Россию. И поэтому вся политика США сводится к тому, чтобы восточную Украину ввергнуть в огонь и тем самым втянуть туда Россию. Но как мудро ведет себя Путин? После 2 мая каждый думал, сейчас он пойдет туда защищать свой народ от насилия. Но Путин делает противоположное. Он говорит своим приверженцам в Восточной Украине «Пожалуйста, не отделяйтесь». Был намечен референдум, как это было в Крыму, в Донецке и Луганске на 11 мая. 9 дней позже. Путин сказал им «Отодвиньте референдум, пожалуйста, чтобы стало возможным единство с Киевом и страна была сохранена». Через 2 недели референдум же был проведен 11 мая с большим количеством за отделение. Люди не придержались того, что сказал Путин. У них ведь есть своя голова, могут думать сами. Через 2 недели, 25 мая, выборы по всей Украине, которые в Восточной Украине, конечно же, бойкотируются, где выбирают Порошенко, этого шоколадного короля. Путин с самого начала сказал, что эти выборы нелегитимны, потому что они находят место только на одной части украинской территории, а кандидаты с Востока были не приняты во внимание, были избиваемы, ущемляемы и недопущены. И тем не менее, Путин сигнализирует после выборов, что он хочет искать с Порошенко общий язык и войти в переговоры. То есть видны и здесь попытки Путина искать выход. Он, конечно, чует, что задумали американцы. Американцы хотят любыми силами втянуть его туда, но Путин знает, что это за развитие и не поддается давлению. Но в конечном счете это ему не помогает, так как Порошенко при поддержке НАТО, ЕС и 400 американских наемников бывшей американской фирмы Blackwater оперирует в Восточной Украине. И это говорит не издание Компакт, а как ни странно, может быть от потери контроля Бильд Амзонтак 11 мая, ссылаясь на источники из федеральной разведслужбы. То есть доказано, что американцы содержат спецвойска на востоке Украины. И после 25 мая Порошенко начинает, вместо того, чтобы вести переговоры с Путиным за круглым столом о статусе и прочем, чтобы как-то собрать страну, начинает военное вторжение против городов Восточной Украины с центром тяжести в Славянске. Который в июле был занят правительственными войсками. И где министр обороны Украины, так называемый, в начале июля заявляет, что в прошедшие дни уничтожили тысячи сепаратистов в Славянске и в Восточной Украине. У нас сейчас в секторе Газа 700 погибших, что уже достаточно жестоко. А там, на востоке Украины, погибло уже больше людей через наступление Порошенко, чем то, что Нетаньяху сделал в Газе. Но мы ничего этого не знаем. Нет фотографий из Восточной Украины. У нас есть фотографии из Газы, но из Украины нет ничего. И это... И эта отвратительность еще больше скрывается от нас, потому что со стороны поджигателей войны знают, что большая часть народа Германии и Швейцарии, тем более, не глупые. Они не поддаются этому шантажу. Они не поддаются этому шантажу, потому что до сих пор те, кто создает мнение, по опросам мнения, были постыжаемы. В отличие от этой травли против Путина и России, большинство в Германии не только против войны, но и против санкций. И поэтому скрывают эти грязные дела. И это уничтожение восточно-украинского народа через поддерживаемого НАТО Порошенко от любопытных глаз наших телезрителей. Это надо себе представить. Этот человек бомбардирует свой собственный народ. Когда еще тот был у власти, Янукович, и демонстранты, разжигаемые Соединенными Штатами и своим нацистко-фашистским безумием, пошли против полиции, в этом фильме на Кла-Ти-Ви это хорошо видно. На протяжении недель Янукович размышлял о вводе Беркуда или армии. Запад, НАТО и ЕС все время удерживали его. Ни в коем случае не допускать войска против собственного народа. Это красная линия. Ее нельзя переходить. И теперь это делает Порошенко начиная с 25 мая. А Штайнмайер и все эти остальные деятели, поющие о мире, смотрят прочь и всеми пальцами показывают на Путина. Но тем не менее в Европе заметно определенное недовольство по поводу американской политики. Так как европейская, в особенности немецкая экономика, намного больше связана с российской промышленностью, чем американская. Особенно в вопросах санкций была сдержанность. Были высказаны санкции против личности, но против Газпрома, против газа, против нефти пока что, слава Богу, не было. Слава Богу, не было. Это связано с тем, что Меркель тут притормаживает. К этому прибавляется еще и отчужденность отношений с Америкой из-за прослушивания телефона госпожи Меркель. Нужно сказать открытым текстом, Германия все еще оккупированная страна, а США является оккупационной силой. И они не только дают нам это постоянно чувствовать, но еще и не упускают момента в эту рану капать насмешки и презрения тем, что не только прослушивают наши телефоны, но и телефоны верного вассала Америки, самой Меркель. И как сейчас вышло, вербуют агентов для ЦРУ и ФБР в немецких министерствах. Они делают это не моргнувши глазом, а об извинениях и речи быть не может. И на основании этого разногласия в вопросах шпионажа и в вопросах санкции в июне имело место определенное расстройство между Вашингтоном и Берлином. А также и с Парижем не все ладно, что касается американцев, потому что французы строят авианосец для Путина, что тоже не нравится американцам. Одним словом, не клеится, не идет дальше с планом войны. Порошенко провоцирует Путина, но тот остается спокойным. Что теперь нужно в этой ситуации? Инсценированный террористический акт. Опять операция под чужим флагом. И все сообразительные современники, как вы здесь, уже неделями рассчитывали на это. Не знали только, как это произойдет, но что что-то будет, это знал каждый, чтобы сломать это разное мнение и европейцев сделать опять податливыми американской машине. Итак, сбитый самолет 17 июля. С тех пор СМИ, не знаю, как в Швейцарии, вышли за все рамки. Военный настрой, агрессия, которая исключает восприятие всяких фактов. Утверждают, что это были путинские ракеты и путинские террористы, которые сбили самолет. Бильдсайдинг обвиняют не сепаратистов, а сразу все валит на Путина. Раскручивает колесо пропаганды. Мы бойкотируем чемпионат мира в России в 2018 году. И это лишь сопровождающая музыка того, что планируется в военном отношении. Итак, этот сбитый самолет. Это так невероятно, что американцы опять пытаются тем же методом, как в Иракской войне. Они не показывают ни одной космической съемки, как документ. Они пытаются без всякого доказательства пройти. Это невероятно. И нужно вспомнить, что были и другие времена. Пойдите назад к кубинскому кризису в 1962 году. Тогда министр иностранных дел при Кеннеди показал в Совете безопасности съемки из космоса. И видно совершенно ясно советские ракеты средней дальности на Кубе. Это было время, когда еще честно играли. Что из этого сделали военные, как они сразу хотели послать атомные ракеты на Москву, это другая история, но доказательство было ясно. И теперь мы 52 года позже с намного лучшей фототехникой. А они не представили ни одной фотографии, что украинские сепаратисты имели ракетную установку, которой они сбили бы малазийский самолет. Единственное, что американцы дают как доказательство, это вырезки кадров из Ютуба. Это не укладывается. И наша пресса берет это как доказательство. И тогда видно батареи пуска этих ракет, этих ракет, бук системы, земля-воздух. Там одной не хватает. Где это сняли? Российская сторона говорит, это было снято там, где контролируют украинские военные. Другой ютуб-ролик снято в России. Но где доказательства? Итак, что касается фильмов, очень слабо. Потом приносят еще одно аудио-вырезку. Газета карьера карьера де-ла-сера где-то подхватила разговор двух командующих сепаратистов. Надо сказать, аудиозаписи легче подделать, чем видео. я с аудио-записями осторожен. Все эти прослушивали, но как бы там ни было, в этом случае радуются эти два типа, что сбили военный самолет и запрашивают пойти туда, чтобы найти пилота. Даже если этот разговор подлинный, то все-таки это не доказательство, что они хотели сбить пассажирский самолет. Но как они думали, что сбили военный самолет, как оно было в одни до и после этого. Но и это не доказательство, обличающее этих людей в преступности против человечества. И к этим аудиозаписям нет ничего из видеоматериала, так как у американцев нет космических снимков. У кого они есть и они их показали, это только российское министерство обороны. То есть, что касается доказательств, у Москвы ясные преимущества. Что видно на московских космических съемках? Два очень важных пункта. На одном видно, что малайзийский пассажирский самолет как ни странно над Донецком в восточной Украине вдруг отклоняется от курса на 14 километров и залетает глубоко в зону сепаратистов, которую обычным бы курсом далеко облетел. Может быть это связано с погодой, это надо еще изучить, хотя для начала конечно интересно, но что важнее, что вблизи самолета наблюдается два-три украинских истребителя-перехватчика, о которых украинская сторона еще никогда не говорила. До момента сбоя самолета перехватчики находятся там. Что они там делали? Может быть они его сбили? Надо было бы по крайней мере исследовать. Снимки показывают еще нечто интересное, что не только у сепаратистов были эти ракеты земля-воздух, но и у украинской армии. Это и понятно, так как эти системы были советского производства и были во всех постсоветских государствах. И на снимках видно, что украинские войска поместили эти комплексы непосредственно около места, где сбили самолет. И это очень-очень-очень странно. Ибо что делают украинские ракеты земля-воздух в том месте в борьбе с врагом, у которого нет самолетов, все это очень и очень подозрительно. Итак, нельзя так просто сказать правду во мгновение, там нужно провести еще немало исследований, которых никто не дожидается, погибшие не успели остыть, как уже посыпались обвинения. Но по индициям можно сказать, что больше подозрения к украинской армии, чем к сепаратистам. Намного больше, я б сказал. И нужно вспомнить, что эти преступники уже позволяли себе, что себе позволяли в области сбитых самолетов. Я вспоминаю 80-й год. Сбитый итальянский пассажирский самолет, 80 погибших, над средиземноморским островом Устича. Годами утверждали, что это был Каддафи. Но сегодня установлено судом и подтверждено документами то, что до сих пор считали теорией заговора, что НАТО сама сбила этот самолет, чтобы настроить страны против Каддафи. Или возьмем Персидский залив в 1988 году во время Ирано-Иракской войны. Американцы поддерживают Саддама Хусейна. Это был изначально их парень против Ирана. И по ходу боевых действий американский эсминец USS Винсент сбивает иранский гражданский самолет. 290 погибших. Никогда не последовало извинения. Не тем более компенсации. Это ведь шиитские нелюди. Или возьмем российский самолет. Это мне пришлось вот только прочитать, так как оно не попало в наши СМИ. Так вот, российский самолет, 80 человек погибших, в октябре 2001 года был сбит над Черным морем. Ошибочно, как говорят, украинской ракетой в рамках военного маневра на море. Опять никаких извинений. И, конечно же, напоследок, наше понимание 11 сентября. 11 сентября. Мать всякой лжи. Это был инсайд шоп. Это было под режиссурой американских спецслужб, чтобы дать повод правительству Буша половину земного шара покрыть нефтяной войной. Это мы сегодня знаем. И кто такое сделал? От них или от их помощников в Киеве такое можно ожидать, что они собьют и малазийский самолет. Правда должна быть сказана. Мы со стороны Компакт как раз выпустили книгу «Владимир Путин. Речи к немецкому народу». Здесь важнейшие речи Путина о взаимоотношениях с Германией, начиная с его речи в немецком Бундестаге в 2001 году, а также и другие важные речи, касающиеся Украины, Крыма и так далее. И из этой книги я хочу прочитать небольшую выдержку. Из речи, опубликованную без всякого комментария, это только Путин оригинал тексты, чтобы люди наконец-то сами могли себе сделать картину самого демонизируемого человека актуального миропорядка. Должен сказать, что не считая Путина чистейшим демократом, как когда-то его огласил Герхард Шрёдер, но тем не менее, что в его сторону говорит, что он государственный деятель, он защищает суверенитет своего государства. Он восстановил безопасность и право своих граждан. Тех, кто во время Ельцина, этого пьяного американского гангстера, боялись за свою жизнь, идя к избирательной урне, эту безопасность он им снова дал. Именно поэтому он так презираем низкими креатурами, торчащими глубоко в прямой кишке американской власти, потому что он есть противоположность этому пресмыканию, которое отравляет нам в Европе воздух. Продолжение следует...